Журналист информационного агентства 24КИЧЖ посмотрела процесс тестового голосования по новой избирательной системе. Это видео также послужит шпаргалкой для тех, кто пока не знает, как правильно голосовать. Председатель ЦИК Нурджан Шайлдабекова сообщила, что комиссия завершила разработку новой программы для автоматически считывающей урны по подсчету голосов избирателей и готова к выборам. В том числе завершена разработка программы свода данных со всех участков на центральный сервер и программа отображения данных. Сегодня мы как раз тестируем эту программу. Пока она работает хорошо, по завершении голосования можно будет посмотреть также программу отправки данных и отображения данных. И по всей республике началось тестирование поступления сигналов с участков на центральный сервер. Тестовый выборный день начался с исполнения гимна, после чего жеребевкой определили членов участковой избирательной комиссии. После подготовительных процедур приступили к голосованию. Операторы продемонстрировали пустые исправные урны и опечатали их. Стали запускать избирателей. Это местные жители, которые согласились участвовать в тестовом голосовании. У каждого пришедшего измеряют температуру, выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком. Идентификация и проверка биометрических и персональных данных проходят как обычно и очень быстро. Каждый избиратель получает по два бюллетеня. По единому избирательному округу бюллетень состоит из двух частей. В первой указано название политических партий, в очередности определенной жеребевкой. Во второй части бюллетеня размещено 54 пронумерованных квадрата. Каждый соответствует порядковому номеру кандидата, зарегистрированному в списке политорганизаций. Галочку необходимо поставить в квадрате напротив партии, за которую хочет проголосовать избиратель. И рядом с порядковым номером претендента от этого политобъединения. Во втором бюллетене следует отметить только кандидата-одномандатника или проголосовать против всех. Нельзя ставить галочку за кандидата от партии, при этом не отмечая само политобъединение. Такой бюллетень не засчитывается. Не считая тасуевый бюллетень с галочками, за нескольких кандидатов. В бюллетенях по одномандатному избирательному округу указана фамилия, имя, отчество, года рождения кандидатов. Можно выбрать лишь одного из них. Галочку следует поставить напротив фамилии, либо напротив позиции против всех. Бюллетень с несколькими отметками или вовсе без них считаются недействительными. Перед голосованием избирателям рекомендуется ознакомиться с информацией о политических партиях и президентах на избирательном участке и на сайте Центра избиркома. Фотографировать, снимать, выносить бюллетени с участка запрещено. Избирательные бюллетени заполняются в кабинке и опускаются в осу лицевой стороной вниз. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый взамен испорченного. За пару минут до закрытия участковой избирательной комиссии председатель озвучила, что голосование завершается. В указанное время двери закрылись. Началась подготовка к подсчету голосов. Члены участковой избирательной комиссии озвучили, сколько бюллетеней не использованы, срезается их правый нижний угол. После их упакуют и поставят печать. Аналогичный процесс производится к поголосованию вне помещения. Операторы распечатали итоговые чеки идентификации осу. Перед этим все данные отправили на сервер ЦИК. Стоит отметить, что данные осу являются предварительными и не имеют юридической силы. После этого урны отключили, сняли с них пломбы и перешли к ручному подсчету голосов. Бюллетени, которые осу не считала, отделяют от остальных. Ведется общий подсчет. Председатель озвучивает общее количество бюллетеней и цифру. Их записывают на стенде. Ведется протокол. Все бюллетени упаковали и опломбировали. В идеале голосование должно пройти именно так, без нарушений и подтасовок. В Центре избиркома надеются, что и 28 ноября избирательный процесс пройдет без казусов. Субтитры создавал DimaTorzok